Сегодня поговорим о том, почему тебе не удается быстро расти и быстро достигать других результатов. Давай на уровне образа. Что такое быстрый рост? Быстрый рост — это ракета, а ракета — это всегда иррациональное сжигание ресурсов. Больше потратить времени, больше потратить денег, то есть и мы сами сопротивляемся иррациональным тратам малого количества ресурсов. Это очень неочевидно, но на самом деле так оно и есть. Ты дошел до какой-то точки, ты дошел на своем таком строгом, суровом рационализме. Тебя это привело в определенные результаты, но вот этот тариф, да, я его называю тариф красава, он очень, к сожалению, лимитирован. Ну, у каждого по-своему. Кому-то удается дойти на этом тарифе до 100 тысяч, кому-то удается на этом тарифе дойти до миллиона, до 5 миллионов, но потом мы все нуждаемся в иррациональном расходе. То есть нам нужен избыток людей, нам нужен избыток своих хотелок. То есть тут мы уже должны заниматься нерациональной организацией своей жизни. С утра больше гулять. Наконец-таки позволить себе эту одежду. Наконец-таки оборудовать свой рабочий кабинет именно той мебелью, которой ты хочешь, и похуй, что она стоит дороже. Поэтому ты сам сопротивляешься всегда своему росту. Тебе вот по-хорошему сейчас там нужно в среднем минимум два личных ассистента. И ты думаешь, да блядь, да что я им дам, да какую я им задачу делегирую. Пойми, то состояние, в котором ты сейчас находишься, это сбой разумности. То есть, ну, ты до этого был разумен, и это работало, ты дошел до определенных результатов. Сейчас этого нету. Поэтому тут нужно быть чуть-чуть иррациональным чуваком. Вот если ты хочешь хорошо ориентироваться в своих ситуациях, когда там в чем-то где-то не перегнуть палку, понять, в чем конкретно тебе нужна помощь, где тебе конкретно нужен толчок, где тебе нужны иррациональные, и нелогичные действия для быстрого роста, я приглашаю тебя в свое ознакомительное обучение. Оно идет две недели. То есть я там на связи, на связи все кураторы, которые у нас существуют. У нас с тобой пройдет два замечательных эфира. Ты получишь два классных, шикарных домашних задания. Вот ты вообще поймешь в целом, на чем стоит достижение всех результатов, какими ресурсами, каким топливом пользуется наша психика, чтобы создавать больше результатов, быть более продуктивным, замотивированным, организованным. Поэтому welcome. Если хочешь ко мне присоединиться, познакомиться со мной, это стоит всего лишь 10 тысяч рублей. За две недели мы с тобой очень плотненько поработаем. Перейти и купить это можно по ссылке под этим видео. Что нам нужно понимать? То есть навряд ли у тебя нет вообще никаких результатов. Это невозможно. Ты просто их чуть-чуть обесценил. И нам нужно понимать, что если у нас есть даже скромные какие-то результаты, например, плюс 20-30% в год, например, каких-то, это уже какой-то результат, но он тебя не устраивает. И вот везде, где у нас нет быстрого роста, везде всегда есть точка сопротивления. Потому что в этой точке я этого не хочу делать, у меня не на что это делать. Но я говорю не только про деньги. Туда же может быть уверенность, туда же может быть там фокусировка, туда же может быть какие-то желания. У меня нет желания, чтобы двигаться дальше. Так что поэтому, еще раз, мы сами противимся своему быстрому росту. То есть вот просто то, в чем вы сопротивляетесь, и то, что у вас пропало, отвалилось раньше было, а сейчас нет, вот это все вывешите. Там будет списочек, наверное, переменных от 10 до 30, но вы просто увидите точки соприкосновения с вашим результатом. То есть раньше у меня были желания, а сейчас нет. Раньше я доверял людям, а сейчас нет. Раньше я был продуктивный, а сейчас нет. Раньше я вообще-то нахуй увертел, блядь, там есть цель, нету цели, ебашло, блядь, с утра до вечера, а сейчас нет. Увидьте реальность, увидьте, да, вот эти точки, где, ну, грубо говоря, импульс не проходит. Вот с этим списком, с этими точками уже можете приходить, допустим, ко мне на три вводный, там приходит на мою обратную связь. Я с большой радостью это поразбираю в живом формате. Итак, основная мысль. Быстрый рост блокируется твоим сопротивлением. Он может быть вызван абсолютно всем, неважно. То есть рациональное это нерациональное, привычное, непривычное, логичное, нелогичное, неважно. Есть точки, которые выступают у тебя как либо преграда, либо как якорь. Тоже абсолютно разные явления, да. Тут я не могу пройти, а вот тут я не могу бежать. Так что поэтому там, где у нас нету быстрого роста, в этой точке у нас есть сопротивление. Еще один пример. Мой личный. То есть когда там наебнулся Инстаграм, когда телега там что-то как-то дышала на ладан, то есть мы там не могли найти нормальных там подрядчиков по рекламе и прочее, прочее. То есть все, там пришло там предложение, да, там во, вести YouTube-канал. Я думаю, блядь, ну не хочу, не люблю, то есть я не люблю сниматься на камеру, там пиздеть в Zoom я могу бесконечно. Вот сниматься на камеру, то есть она мертвая, блядь, то есть мне неинтересно поддерживать какой-то диалог. Мы начали это делать, начали вести YouTube-канал. Все, 9 месяцев, и пошел поток новых клиентов, пошел поток новых людей. То есть там я нашел партнеров, там я нашел членов команды. Так что вот, любая дочка сопротивления, это всегда точка роста. С тобой был Журман Иван, лайфментор. Ставь лайк этому видео, отправляй другу, подписывайся на все наши социальные сети и приходи ко мне учиться хары тянуть.